Я покажу вам не только подарок, который я подготовила, собственно, моей маме, поэтому моя мама, если ты это смотришь, то сразу же выключай это. Ну и вообще порассуждать с вами на тему Нового Года, на тему новогодних подарков, как такого явления. Поэтому, если вам будет интересно со мной зарядиться таким положительным новогодним настроением, которое у меня немножко-немножко начинает появляться, то, пожалуйста, оставайтесь с нами с Линдой. Я еле заставила сесть в кадры, потому что я хотела вам показать, какая она стала красивая, и как у нее стала обрастать шерсть, потому что она была вообще у меня лысая. Только сейчас прекратилась Линька. Начну я, наверное, с того, что Линда хочет съесть маме подарок. Спасибо, дорогая. И начну я, конечно же, с того, что, наверное, в этом мире нет такого человека, который не любил бы Новый Год. Ну, только, наверное, самый-самый одинокий в мире, но я надеюсь, таких не существует. У каждого человека должен быть кто-то, кому он хотя бы немножко нужен. Я люблю вот именно этот месяц подготовки к Новому Году. Я люблю закупать подарки, я люблю слушать какую-то позитивную музыку, ходить, гулять, смотреть на украшенные магазины, витрины. Все это, на самом деле, очень здорово. Я считаю, что это хороший праздник, даже пусть его там придумали, пусть он совершенно какой-то надуманный. Но суть ведь не в этом, на самом деле. Главное, что человек радуется в этот день, что у него за целый месяц появляется хорошее настроение. Я надеюсь, что у каждого человека оно появится, потому что жить с хорошим настроением намного легче, чем с плохим. Согласитесь? И в особенности я люблю дарить какие-то творческие подарки, потому что, наверное, каждый человек хочет в этой жизни получить любовь, дарить любовь. И это любовь не только к человеку, но и к животным, к природе, к какому-то делу, которым мы занимаемся, с любовью. И каждый человек, наверное, в душе хочет, чтобы ему подарили любовь. Так вот, внимание — это тоже акт любви. Поэтому, если мы дарим подарок человеку, дарим ему подарок с любовью, с душой, то мы уже подарили ему частичку своей любви. И вообще, самые такие, знаете, запоминающиеся подарки были у меня совершенно недорогими, совершенно... Ну, обычному человеку, наверное, со стороны показалось бы, что они совершенно обычные, но для меня они очень много значили. Давайте сейчас покажу просто и расскажу немного, что я приготовила своей маме. То вам от своего ребенка не нужны какие-то заоблачные подарки, вам не нужны от вашего ребенка, не знаю, горы золота, айфоны, не знаю, планшет и сумочки Michael Kors. Хотя, мне кажется, маме приятно было сумочка. Но не в суть. Нашим мамам, нашим родителям важно именно внимание. Поэтому моя мама до сих пор хранит вот эту вот коробочку, где я... куда она собирает все открытки, рисунки, которые я присылала ей и давала на всякие дни рождения. Мне кажется, отличный, отличный подарок. Это вот такая отличная медная турка на 300 мл. Мама у меня сама ее попросила, поэтому, на мой взгляд, очень здорово, если наши родители сами говорят, что им нужно. Или хотя бы так немножечко намекают, что мы понимаем, что все-таки они хотят. Она пьет раз в день, чаще всего, ну, максимум два, но она делает из этого просто большой такой ритуал. Она садится, включает свечи, туда корицы, еще чего-нибудь, какую-нибудь вкусную пироженку. И она сидит, просто расслабляется, релаксирует, и для нее это вообще, знаете, такое время, посвященное себе. Каждый раз, когда я сажусь снимать видео, вы, наверное, заметили, уже третье видео, звонит мой телефон. Так что я прошу за это прощения. Надеюсь, это мама. Хочу вам рассказать одну историю. Когда мама подарила мне такой запоминающийся подарок, вы не поверите, он произвел на меня огромное впечатление, я до сих пор храню эту коробочку. И мама просто написала на самой коробке, на крышке, там, какие-то неприятные слова для меня. И знаете, что там было? Баночка меда с такими симпатичными и милыми медвежатами. Упаковка фиников, настоящих иранских фиников, просто самых вкусных в мире. Это самые вкусные финики, которые только можно придумать. А орехи, такую большую пачку, смесь орехов. А вы знаете, сейчас такие цены на орехи, вы заметили, вот, если вы зайдете в магазин, обратите внимание, орехи настолько подорожали, что их можно спокойно дарить в качестве подарка. Разводная паста сплат с лавандой. Заблизывалась я и сходила с ливнями на эту пасту, потому что я обожаю лаванду. По-моему, какие-то теплые носочки там лежали, тоже классные. Крем для рук. Крем для рук тоже. Когда-то я просто маме сказала, что мне очень понравился этот крем для рук, и она его купила. Этот вот подарок, знаете, собранный просто так, с такой любовью. Настолько там были вещи, которые мне очень нравились, и даже этот мед, эти орешки. То есть, мне кажется, это супер. Если вы даже своей маме соберете подобную коробочку, но только со своим наполнением или с чем-то подобным, я думаю, на это оценят. Следующий подарок у меня такой был в ствол чисто для уюта, потому что моя мама очень любит создавать дома уют. У него там много всяких свечей, всяких декоративных штучек, подушечек, игрушки. И, несмотря на то, что у нее в доме, в принципе, такой минимализм царит, она очень любит такие вот... Я купила ей такую шкатулку, ну, в принципе, подходит по цвету ее кухни. Там можно все что угодно хранить. Конфеты, сахар, кофе. Она у меня любит хранить кофе вот в подобных штучках. И я ее наполнила всякой, всякой Линдой. Тебе реально это интересно? Ты хочешь покрасить ногти? Я купила ей такой лак для ногтей. Линда, ты мне весь свет забираешь. О, Линда, уйди. Лак для ногтей, такого яркого, оранжево-красного цвета. Я думаю, ей понравится. Она мне вообще маньяк лаков, маньяк ногтей. У нее всегда идеальные просто ногти. В этом плане она для меня какой-то кумир, потому что у меня с ногтями часто... Ну, сейчас еще более-менее. У меня часто с ногтями просто жуткие проблемы. Дальше я наполнила вот такими милыми маленькими шоколадками. Потому что моя мама обожает сникерсы. Да, она их очень любит. Ну, такие декоративные всякие штучки. И я добавила туда парочку, так скажем, своей души. И вообще, друзья, если у вас есть какие-то предметы, которые вам дороги, которые, как бы, ну, знаете, заряжены вашей положительной энергией, то их тоже можно дарить. И как вы знаете, я Линда. Я собираю маленьких пони. Я решила подарить их двух поняшек, которые мне очень нравятся. И пусть она их хранит у себя в кармашке или в кошелечке. И пусть они напоминают ей обо мне. Вы прекрасно знаете своих родителей. Вы прекрасно знаете свою маму. Вы знаете ее от и до. Поэтому лучший подарок это тот, который индивидуально подходит только. Если вы видите, что сейчас Линда делает, она поджимает уши, делает виноватое лицо и пытается понюхать, что я хочу вам показать. Нет, вы это просто надо видеть. Вы не представляете, насколько это хитрое животное. И следующий подарок, я думаю, вы уже увидели. Это вот такой блокнотик с кошечкой. И моя мама очень любит записывать свои дела. И мы с ней недавно рассуждали на тему, а на какое животное мы с ней похожи. И моя мама это черная кошка, это черная пантера, это что-то подобное. Потому что, ну, если вы ее видите, вы реально... Это первое, что приедет вам в голову. Поэтому такой блокнотик с черной кошечкой. Кстати, она, по-моему, египетская. Я думаю, ей понравится. Она очень любит записывать всякие и мысли свои, и дела, планы на день. Поэтому... Кстати, очень плотная обложка, классный блокнотик. Это вот это миндальное масло. Кстати, куплено в фикс прайсе. Друзья, не бойтесь, серьезно. Я пробовала миндальные масла, действительно дорогие. И они не производили такого эффекта на волосах, на коже, на лице, на всем, чем угодно, как вот это масло. Поэтому попробуйте. Попробуйте. Очень хорошая штука. И это не реклама, это просто мои дикие восторги, дикие вопли. Потому что это качественный и хороший продукт. Ну и, конечно же, если вашей маме интересуется декоративной косметикой, и моя в этом плане очень интересуется. Моя мама любит декоративную косметику, но она ей пользуется. И она не любит, когда у нее очень много всего залеживается. То есть она никогда не купит себе что-то, если у нее это не закончилось. Думаю, этот цвет, эта помада подойдет абсолютно любой женщине, абсолютно любому цветотипу. Это классическая дневная помада. Maybelline из серии Hydro Extreme. И оттенок был, назывался Windsor Rose. То есть, виндзорская роза. И это такой приятный, приятный, глубокий оттенок. Такой, знаете, бархатной, такой чуть засохшей розы. Он очень красивый, очень благородный. И вот действительно, лично у меня ассоциируется с такими стильными английскими леди, которые выходят гулять со своими шляпками, со своими вершкоргами в твидовых пиджачках. И это очень универсальная помада. Я собираюсь делать маме собственноручно открытку, хендмейт, так скажем. Потому что я знаю, что моя мама очень любит, когда я что-то делаю сама. Я вообще обожаю писать открытки, потому что когда я начинаю писать, у меня просто вот такие талмуды получаются. Мне хочется столько много сказать, столько много пожелать человеку, что уместиться в двух строчках я просто не могу. Вы пару слов напишите сами, уже будет здорово. И помните, что все-таки самое главное не подарок, а с каким настроением вы его дарите, с какой посыл энергии вы посылаете человеку. И пусть у ваших близких всегда будет все хорошо, пусть они будут счастливы, а главное здоровы. Чего и вам желаю. Так что всем счастливого Нового года. Всем вкусных салатиков, всяких вкусняшек, конфеток обязательно. Не отказывайте себе в этом. Так что до встречи в следующих видео. И нет, не до встречи в следующем году, я с вами еще увижусь. Не думайте, что вы от меня так просто отвяжитесь. И пока-пока. И вот только я закончила, вот эти вот невинные глазки, вот этот вот фантик, лежащий возле носа, и игрушка. Да? Да? Ну все, скажи всем пока. Скажи всем, какая ты противная, несносная собака.